И плюс, внутри операционки есть свои собственные активности. Кроме запущенных программ, операционка дефрагмитирует диск потихоньку, например. И они первые стартные. Там была серия мега-отцов, один из них D'Extra. Ну, D'Extra точно, по-моему, это. Номер получил кучу премий, куча академий. Нобелевский лауреат только от программирования. Да, вместо новелевской премии программировались и премия Тьюринга. Раз в год вручается, можно посмотреть все тьюрингерские лекции, то есть узнать, кому за что вручили, ведь это самое лучшие достижения. У D'Extra есть. Так вот, и он был автором кучи операционных. И он придумал кучу типичных задач, которые именованы, которые должен решить программист на дефрагматишном приложении. Вот одна из них, так называемые, задачи победующих философов. Мы их решать не будем, потому что решения слишком сложные, их много. Там очевидного решения нет. То есть куча разных. Выглядит она так. У меня есть стол, на котором стоит пять тарелок. За каждой тарелкой сидит философ. Ну, в этом случае все просто. Между тарелками лежат вилки. Вот так. Чтобы есть из тарелки, нужно взять две вилки. Ну, такая еда. Философы между собой как бы разговаривают. Время древней. Берут вилки и начинают кушать. Проблема спроектировать... Да, каждый философ это вроде как независимый поток. Значит, спроектировать систему так, чтобы все философы кушали. Проблема в том, что первое. Возможен дедлог. Если философ работает так. Он берет, например, правую вилку, а потом ждет, пока левая освободится. То есть, если каждый из них возьмет свою правую вилку, то они все будут ждать, пока освободится левая. Пускай же спотел по вилке и сидит, ждет, пока открывая освободится. Получается, это типичная проблема, собственно говоря, на побочном программировании, когда множество независимых активностей начинает делить общий ресурс. И вот, когда ресурса не хватает, нужно придумать политику распределения, собственно говоря, нехватающегося ресурса. Да, можно сделать так. Философ берет правую вилку, ждет какое-то время левая, если нет, он бросает правую. И через какое-то время опять повторяет попытку. Фактически он отступает. То есть, он пытается поесть, пытается... Чтобы поесть, нужно взять два ресурса, левую вилку и правую вилку. Он пытается это делать, если какое-то время он где-то застопорился, он бросает это дело и возвращает ресурсы. Можно сделать так. Надо посмотреть, не получится ли там других эффектов. Не получится ли так, что один все время будет есть, а два соседа будут ждать. Получится. Одновременно могут есть только два. Ну да. То есть, если этот съест, эти ждут. Значит, на проехать съезд, эти ждут. Если он поест, оставит вилки, а эти, собственно, просто ждут секунду, чтобы взять. Он может опять взять, их и есть. Получается, нужно работать какой-то протокол. То есть, когда он поел и кладет вилки, он, видимо, как-то другим сообщает, что... Да, ну и конечно, задача в том, чтобы вилки все время были в использовании. Идея, что все философы спят, и каждый случайный момент, на одну секунду, раз в час, берут вилки, тут все понятно. Идея в том, чтобы вилки постоянно использовались. Получается, когда он кладет вилки, он должен оповестить как-то соседей. Ну, например, если этот положил две вилки, и этот положил две вилки, оба оповестили этому? Нет, нет. А тут все право. Оба право? Да. Если они уже две вилки использовали, значит, да, значит, не вилки будут особо. Оба оповестили. Надо сидеть и продумывать протокол. Потом это дело тестировать. Но суть в том, что тестирование, в общем-то, не сильно возможно. Можно только запустить, долго-долго ждать, правильно ли работа или нет. Потому что, в общем-то, большинство таких проблем недетерминированы. Мешатся тот же самый шедеврер операционной системы, и вот, когда одновременно может работать и этот поток, и этот вопрос, кого играет операционка? Мы этим не управляем. Или придумать протокол, при котором все обзорировано. Они как-то по очереди в руку передают, из рук в руки. В принципе, есть протоколы с маркером. Это такие протоколы, которые из кучи... Идея такая. Есть у меня какой-то маркер, какая-то эстафетная палочка, и только тот, у кого она есть, имеет право что-то делать. Ну, типично, это я сталкивался в туризме, в конце, когда каждый рассказывает впечатление о походе, то, собственно, зажигается свечка, все сидят у костра, и кто такого свечка не право говорить, а все должны молчать. Новичное вино, у меня с уже неделю ходили, все хотят молчать, но у кого нет свечки, тот обязан молчать, иначе ему, значит, руководителю... Другой человек хочет пожаловаться, что его все обижали, а все же не заржали. Действие в том, что он тогда решает, кому передать маркер, но обычно, например, по кругу. Передает, говорит следующий. Но проблема в том, что людей много, свечка одна. Можно запустить несколько свечек. Тогда получается, сколько свечек, столько одновременно активности. Короче говоря, пока свечка одна и передается по часовой стрелке система детерминированная. Мы точно знаем в каком порядке как будет происходить. Но чем более детерминированная система, тем менее она параллельна. В конце концов, все выразится в том, что работает всегда только один, что лучше. Решение этой проблемы пока не нашли. Не философов, теперь смотрите, как сейчас работает эта программа. В этой программе у меня есть мой поток main. Да, еще я объясню, как все сделано на сайте, потому что, в общем-то, первые лекции, по крайней мере, в рамках первых лекций любого модуля у меня достаточно похожий материал и по времени одинаково. То есть, я, возможно, больше времени вверял каким-то другим моментом. То есть, если мне очень понятно эта лекция, попробую постоять предыдущего курса. Ту же самую по потокам первую лекцию. Вот, идет main, потом он стартует A и стартует B. И тут же приджойнивается и ожидает там, он ожидает первого, как он стартует D. Они оба работают, он висит, ждет, потом, ребята, этот окончился. Этот работает. Его отпустило, он тут же приджойнился, ждет этого. Этот закончился, его отпустило, и теперь он сам работает. Вот тут выполняется работа, вот тут выполняется работа, теперь он сам выполняет работу. А потом повторяет. Стартует одного, стартует второго, и прикрепляется и ожидает. А ожидает там этот, допустим, а этот закончился. Его отпускает, он пытается приджойниться, все закончилось, идет дальше, и выполняет работу. сейчас система выберет вот так. Эти пишут A и B, этот пишет C. Эти пишут A и B, этот пишет C. И так повторяется 10 раз. Я предлагаю сделать следующее. Задача просто это слегка переписать, чтобы вы вам, может, какие-то дедлоки, в палец поставили, поиспользовали методы. Следующее. Первое, что мне не нравится. А. Почему C пишется в методимейн? Потому что я тут создаю runable, и создаю для него thread. И стартую. Runable thread и стартую. А здесь я создаю runable, и сам его стартую. Ну, было бы, наверное, нехорошо, если бы я взял тело вот этого. И в хардкоре вместо вот этого написал следующее. Что это было нехорошо. Нехорошо с точки зрения программирования. Есть такой принцип. Слав. Принципа волка очень много вообще программирования. Это single level of abstraction принцип. Принцип одного уровня абстракции. Если бы я написал вот так, я бы четко показал, что я печатаю C прямо в методе main. Я прям хардкодил работу. Но при этом бы получилось следующее, что у меня в рамках этого метода прыгает уровень абстракции. Здесь я прямо рассказываю, что k равно 0, k меньше 10, k плюс плюс, try, catch, throw. Вот это все рассказываю. А выше я говорю более на высоком уровне абстракции. Я говорю стартовать поток, то есть стартовать работу, ждать ее окончания. Считается, что люди очень тяжело переживают прыжки в уровне абстракции. То есть когда говорят об общей штуке, а потом раз прямо о конкретике. Я опять об общей. Еще более об общих. Опять о конкретике. То есть людям проще думать, когда идет один уровень. Так, надо стартовать три потока, дождаться их выполнения. Все равно, что там будет. А отдельно написано, работа заключается в том, чтобы написать цикл ford, lta, let, long, плюс, плюс, минус, минус. Это отдельно. Просто надо хотя бы разнести это в разные классы, в разные методы, в разные пакеты. Поэтому, когда мне тоже нужно печатать букву C, я нехаркожу сюда этот цикл. У меня есть специальный класс, print-onable-x, почему-то я уже не помню сейчас. Который занимается тем, что он получает сообщение, сколько спать, и его печатает. Поэтому, когда мне надо печатать C, я создаю этот кусок работы и запускаю его сам. Опять, смотрите, я говорю, что это не очень красивый дизайн. Не то, что это как-то не очень красивый, это не идеальный дизайн. Я предлагаю его сделать, как мне кажется, чуть более идеальным. Пункт первый. Я не хочу, чтобы C писалось в моем потоке. Мой поток, он исключительно для координирования, если это прораб, он не должен сам в землю копать. У него должен быть отдельный поток, который будет писать C. А потом я говорю, что вообще говоря, у меня все еще SRP не совсем выполняется, в принципе персональной ответственности. У меня сейчас метод main, он ничего не печатает. Нет. Он только координирует действия потоков A, B и C. Его задача для того, чтобы было A, B одновременно, потом C, потом A, B, потом C. То есть A, B и C идут по очереди, но A, B берут с собой одновременно, а пара A, B и C по очереди, C, A, B, A, B, A, B, C, A, B, A, B, A, B. И наверно он хочет эти аргументы прочитать. И кроме того, он еще и координирует потоки. Я предлагаю сделать, чтобы метод main заключался только в том, чтобы он стартовал поток координатор и ждал его окончания. Вроде как заказчик нанял прораба. Ему неинтересно. Заказчик нанимает прораба. Задача прораба, чтобы работали. То A, B он и ждет. Закончили. Он стартует C. Ждет. Потом опять A, B. Потом опять C. А main ждет, пока окончит прораб. И нам получается все вроде правильно. Задача main это просто служить точкой входа для виртуальной машины. Он должен быть публичным, статическим. Он должен быть массив аргументов. Возможно, он их парсит. Может, он пишет программа стартовала. И когда он уже делает работу, он просто вызывает прорабов, координаторов. И ждет, пока тот скажет, работа закончена. Тут он стартует, тут жарится. Задача прораба ни в коем случае не писать саму A, B, C. У него из-за этого потоки рабочие. И он значит, координировать между ними работу. Стартовать 2A, A, B дождаться стартовать C. То есть, вроде как там. Это две совместимые работы, с C несовместимые. Эти только одновременно, а то мы их одновременно. Это одновременно. То есть, каждый поток будет отвечать ровно за один небольшой кусочек работы. Это лабораторка номер 1. Вот я решу 3, а я хочу добавить 2. Отдельный страйд C будет, который не в мейне, а отдельный для печатания C. Есть поток координатора, который занимается координариным действием. Мейн стартует и ожидает завершения страйд-координатора. Страйд-координатор работает с A, B, C. И такая лабораторка, которая тоже будет творческим подъемом, она называется атака кролика. Давайте ее запустим. Тот же самый принтер enable X используется. Смс нажили? Ну да, надо кролики. Ну это не фибоначчика кролика, ваша задача здесь делать фибоначчика кролика. То есть происходит. У меня есть метод пробелы. Это просто так веселее смотреть на это все. Ему даешь количество пробелов, он возвращает строку, состоящую из этого количества пробелов. Не оптимальный метод, я конкатинирую просто каунт пробелов. В Java это можно сделать полотной строчкой, используя printf, но там такая получается конструкция. И дальше что я делаю? Смотрите. Мой метод main. Мой метод main. Постоянно стреливает такой, как сигнальные ракеты. У меня в общем ассоциация, когда показывают вертолеты в Чечне, когда больно боль. Самолет постоянно стреливает такие тепловые ракеты. Он стреливает, когда если по нему стреляет, то он у него хватает ракету, а не вертолет. И вот моя штука стреляет, и стреляет этим сигнальными ракетами. Что он делает? Он спит 100 миллисекунд, и стартует новый поток. Спит стартует, спит стартует, спит стартует, спит стартует. Стартующий поток это печатающий поток это печатающий, который получает, что спать это на 100 миллисекунд, и получается, что печатать? Ну, номер K и количество пробелов. Для того, чтобы они смещались вправо, и было видно некоторые правильности. То есть если проанализировать, что печатался, то есть вот 29 потоков на сегодня, даже 30, 32. В начале стартуали поток номер один, он написал один и один, потом стартуали второй, он пишет два, два, стартовали третий, пишет три. У меня сейчас в системе Мэйнде три потока. Вот один, три, один, два, уже четвертый стартовали, еще четыре в лес, пятый, пять. Начинается смейство. Три, один, два, четыре, три, пять, один, два, шестой стартовал, седьмой стартовал. С точки зрения первого потока, он должен писать один, 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 вот он десять раз пишет один, и умирает. Все, единицы больше нет. А, не его тут, наверное. Десять раз. Все, единицы больше нет. Нет, двойка скоро умрет. Умерла двойка. Тройка еще есть. Все, тройка больше не будет. Четверка. Четверка больше нет. Пятерка. Больше нет, есть еще. Ну все, и вот поэтому смещается дальше. То есть, эта штука отстреливает поток, и он начинает писать. Умер. Следующий отстреливает. Он чуть дольше пишет. Умер. И вот это все сливается в консоль. Этот пишет один, 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 два, 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 два. А теперь идея. Просто это слегка переписать. И в данном случае получается, есть четко опечатальщики, который такой получился муравейник. Это матка, она не работает, только ловит. А это рабочий, минимум отраснажаться, но он только работает. Идея сделать систему более симметричной. Сделать такой поток, который занимается следующим. Он занимается следующим. Он поспал, напечатал, например, свое число. Ну, первый поток один, второй, два, три, три. После чего порождает своего потомка. Ну, да, пусть пишет, кого что угодно. Потом опять спит, печатает, порождает потомка. Спит, печатает, порождает потомка. И каждый из потомок, это этот же поток. Это, скорее, не кролики, потому что не однополые, это и бактерии. Каждая бактерия ест, спит и делится надвое, порождает другую бактерию. И продолжает делать то же самое. Вновь порожденная, является копией клеток, она повторяет все. Да, можно сделать их бессмертными, да, произойдет комбинаторный взрыв. Ну, да что, и прежний продолжает, значит, строчить. Если возникает и этот, и этот, и этот, и этот, и все больше лови на тут. Там будет экспоненциальный рост. Будут дворения каждые сколько-то там миллисекунд. Потому что, если у меня есть N бактерий, то через 100 миллисекунд у меня будет 2 N бактерий. Каждый из них породит своих потомков. Тут уже решайте. Авторично корректного условия нет. Но, собственно говоря, должна упасть, скорее всего, либо операционка предложит убить ЖВМ, либо операционка упадет, либо все тупить начнет. Но суть в том, что вы можете сделать так. Потом делать это 10 раз, вы умирает. Может делать так. Все равно за 10 раз, вы породите 10 потомков, умрет один, а порождено 10. Может не умирать, может вечно порождать. В принципе, бактерии делятся вечно. После деления, вроде как, она обновилась. Ну-ка, асимметрия. Тут у нас все-таки симметричная ситуация, тут нет. Сделать это основное условие лабораторки это сделать систему симметричнее. То есть я ожидаю, что в методе main стартует один поток некоторого кролика, и все, и стартует его. Каждый кролик занимается следующим. Он пропишет, что родился, а он порождает в цикле новых кроликов. Ну и может что-то еще писать. Тут условия как-то я не доформулировал. Главная идея, что из асимметричной системы, когда main только порождает, а поток, принтер только пишет. Здесь система, в которой ты порождаешь одно, оно и рождает дальше, и пишет. И происходит такая болманс. В сущности появляется, появляется, появляется. Все, лекция окончена.